Всем привет из Норвегии! Меня зовут Татьяна и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет посвящено горячо любимому магазину моему, который называется Sunlight. Это никакая не реклама, потому что я с ними не сотрудничаю, конечно же. И мне этот магазин очень нравится, и каждый раз, когда я туда приезжаю, я имею в виду в Россию, я обязательно наведываюсь в этот магазин. В последнее время я не очень ведусь на их всевозможные рекламные уловки, типа того, что мы закрываемся, последняя, так сказать, акция. Прилетайте, налетайте на наш ассортимент. Я на это уже не ведусь, хотя раньше верила всему этому. И покупала, налетала, но и нисколько об этом не жалею, потому что действительно они продавали свою продукцию со скидками. Я еще раз покажу вам, что купила последний раз в этом магазине. И у меня есть видео об этом магазине Sunlight. По-моему, я в июне его снимала. Но первое колечко, которое вы уже увидели, это вот такой перстень с камушками. Я не очень люблю такие украшения с камушками, но иногда, почему бы и нет, иногда ношу. Вот все те украшения, которые я вам буду показывать. Я их с удовольствием носила все лето. Хотя, ну вот, например, первое вот это вот, второе уже колечко. Это колечко, которое все-таки, мне кажется, уместно носить осенью. Но, когда я его покупала, моего размера не было. У меня обычно или 16-й, или 17-й размер. Но летом мои пальцы немножечко становятся крупнее. И поэтому это кольцо 18-го размера отлично сидело на вот этом указательном пальце. Я, кстати, обожаю носить кольца на указательном пальце, перстни, кольца. И вот этот дракончик служил, как говорится, мне верой и правдой. Но сейчас пальцы стали тоньше, и поэтому он будет отдыхать. Это, видимо, какая-то была у Sunlight такая тематическая, тематический такой выпуск. И поэтому, ну вот, была выпущена вот такая вот серия интересных каких-то продуктов. Не продуктов, а украшений. Еще тоже вот из этой, как бы, сказочной такой тематики. Это вот такие вот мордочки. Мордочки. Я сначала думала, что это леопарды. Но потом все-таки... Давайте, может быть, чуть-чуть приблизим. Но потом, знаете, все-таки, мне кажется, это какие-то грызуны, крыкски, скорее всего. Потому что, видите, такие клыки у этого существа здесь. Поэтому это, скорее всего, не леопард, а самая настоящая какая-то крыска или мышь. Кстати, очень такой интересный, красивый дизайн. Я еще эти сережечки не носила. Но они все-таки, наверное, для более такого осеннего времени, сказочного. Потому что, ну, для меня ноябрь, конец октября, ноябрь, это все-таки что-то такое сказочное начинается в нашем мире. Поэтому вот такие вот, такая вот бижутерия, украшения, они как раз-таки и будут подходить к этому времени. Затем было вот такое, вот такое тоже колечко классное. Все украшения, которые я вам показываю, они, ну, не темнели, во всяком случае, когда я их носила. Естественно, и мыла руки вместе с ними, ничего с ними не произошло. Затем покупала я также вот такие вот сережки. По качеству, кстати, это, ну, это все серебряные изделия. И по качеству вот эти, конечно, сережки, вот это серебро не очень, как бы, такое прочное. Но красивые сережки тоже, это летний такой вариант. Согласитесь, уже, наверное, осенью такое не оденешь, тем более зимой. Буду ждать, буду ждать лета. Чтобы их вновь носить. И вот эти сережки тоже, они тоже более такой летний вариант. Я их вам тоже показывала. Так, здесь что-то у нас вот так завернулось. Вот, и такие вот листики красивые. Тоже очень красиво смотрелись на ушках. Так, ну, это было то, что я купила в прошлый раз. Я это все вам демонстрировала. Еще покажу колечко вот это. И что еще хочется сказать по всему, поэтому... Вот так вот его. Значит, в прошлый раз я вам пожаловалась, когда показывала вот эту всю продукцию, о том, что чек они мне дали. Ну, я имею в виду такой торговый чек на покупку. Вот сейчас вот этот у нас с вами будет чек. И на что я жаловалась? На то, что как-то взяли так и срезали бирки. Потому что там были товары, два по цене одного. И продавщица... Ну, я тут так постаралась. Видите, они все идут. Получилось, что два по цене одного. Такое четное количество. Но продавщица все посрезала. И мне это, конечно, не понравилось. Хотя чек был. Там отображалось то, что продукция действительно идет два по цене одного продукта. Естественно, тот продукт, который дороже, по нему, соответственно, и идет наиболее высокая цена. И в последние дни, так сказать, когда я была в России, я в очередной раз, в последний раз зашла в этот магазин. Сейчас объясню, почему. И увидела там, опять же, продолжение этой акции. Два по цене одного. И купила еще два ювелирных изделия. Это вот такие сережки. Очень красивые. Мне кажется, они тоже из вот той сказочной серии. Здесь, конечно, искусственный жемчуг. А так тут все серебряное. Они очень богато, красиво смотрятся в мочке уха. Даже такие немножечко крупные. И подойдут, мне кажется, они... Я их и летом носила. Например, джинсы, майка. Хорошо смотрелись. И, между прочим, подойдут и под вечерние какие-то варианты, и под деловые. В общем, эти сережки, они такие классические, универсальные, подходящие подо все. И... Девушки, видите, не хотят укладываться здесь. Вот, и сережки, которые мне очень понравились. Ну, единственное, что... Что они как-то... Надо правильно расположить их в мочке уха. Ну, а так, в принципе, их там по-разному можно располагать. Потому что здесь, видите, они вот таким образом выглядят. И вот так будут смотреться на ушки. Но можно повернуть. Можно повернуть. И мне вот такое расположение как бы больше нравится, чем они как бы свисают. Будут свисать с мочки уха. Это получается, ну, как бы так показать, ну, не очень так красиво. Хотя тоже можно. То есть, два положения можно носить эти серьги. И вот в этом тоже их какая-то универсальность. И... Сережки стоили. Вот, бирочку я в этот раз попросила. Говорю, пожалуйста, мне бирочки не срезайте. И мне продавщица сказала, что у нас наоборот все просят удалить эти бирки. Но я, как говорится, с ней не согласилась. Ну, вот здесь такая информация. И я теперь буду, конечно, при покупке отслеживать, чтобы все вот эти бирки сохранялись. Серьги стоили 1890. Но так как была акция 1 по цене 2, то я купила еще вот такое вот кольцо. Кольцо шло в подарок. Оно мне очень понравилось. Оно раздвигается и может, в принципе, подходить на любой размер. Но в этом его и недостаток. Недостаток. Недостаток в том, что серебро здесь очень такое пластичное. Кольцо легко деформируется. И мне кажется, его очень легко можно сломать. Если, конечно, применить какую-то силу, сильное какое-то нажатие. То есть нужно быть осторожным. Кольцо стоило 990 рублей. Не знаю, может быть, сейчас стоит. И тоже вот такая вот информация здесь. Ну, видно, что все изделия серебряные 925 пробы. И кольцо было в подарок. Вот так выглядели эти два изделия, бирки от этих изделий. Теперь, конечно, я буду умнее и бирочки вот эти буду сохранять. В принципе, они мне не нужны. Ничего тут интересного нет. Продавать я ничего не собираюсь из этих изделий. Но, тем не менее, все-таки какую-то информационную нагрузку хочется получить после покупки вот этих вот изделий в магазине Sunlight. Но что же мне понравилось в магазине? Почему я туда вернулась? А потому что, когда я делала, так сказать, первую свою покупку, мне продавщица начала усиленно впаривать. Я другого слова не могу подобрать. Впаривать вот это вот средство для чистки, в состав которого входит кисточка и тряпочка. Ну и, естественно, сам спрей. Ой, какой он классный! Это просто вот самый лучший очиститель, который я когда-либо имела. Это вот такой вот спрей в бутылочке Sunlight. Бутылочка открывается. Короче, идет такое распрыскивание продукта. И в составе также имеется... Сейчас я достану. В составе имеется тряпочка для чистки. Я уже чистила этой тряпочкой. Сейчас покажу вам в видеоролике, в конце видео, что я, так сказать, начистила. Оно действительно, это средство очень хорошо вычищает серебро, золото. Я не пробовала. И я очень была довольна этим средством. Ну, да, еще вот она кисточка. Ну, а вот то, что я сказала продавщица, впаривала мне. Она действительно настаивала, чтобы я купила. Причем это средство, если ты там покупаешь на какую-то определенную сумму, оно шло с большой скидкой. И я когда опробировала это средство, я сразу же побежала за тем, чтобы купить еще два продукта. Вот они, очистители, которые буду использовать. Но что здесь настораживает? Ну, они, конечно, санлайтовцы, конечно, хитрецы. Постоянно какие-то уловки у них. И нужно, так сказать, держать ухо востро и глаз до глаз за ними. Потому что, видите, в бутылочках как бы не полностью идет наполнение. Хотя я какой-то из этих продуктов уже использовала. Но вот так вот они не наполовину налиты. Я спросила у продавщицы, почему. Ну, она сказала, ну, вот так они и продаются. Вот в такой, так сказать, комплектации. Поэтому это не их вина, а вина, можно сказать, производителя, который продает эти продукты вот в таком виде. И что они мне дали? Вот этот чехольчик, какую-то коробочку. Я им сказала, мне никакие ни чехольчики, ни коробочки не нужны. Но она говорит, это все будет бесплатно. А в итоге получилось не бесплатно, а в итоге получился все-таки по стоимости рубль. Видите? И коробочку мне, так сказать, впаяли. Коробочка красная, квадратная, 90 рублей. Итого со скидкой рубль. Ну, рубль стоит, но мне вообще эта коробочка не нужна была. Вот они, две штуки этого спрея по 240 рублей. Это получается по 120 рублей за каждый бутылек. На самом деле они подороже, конечно, стоят. Я не знаю, как сейчас. Есть там что-то или нет. Вот, ну, я имею в виду акция какая-то. Ну, вот такая вот здесь информация. Заплатила я 2130. И вот такой вот чек. Давайте покажу вам, как работает этот спрей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 он не скоро потребуется ну а я пока рассмотрела еще раз вот этот чек и думаю неужели вот они взяли за коробочку рубль вот зачем вот эта вот позиция здесь отмечена в чеке вот вообще не пойму для чего но когда я суммировала ну вот 240 рублей стоили 2 спрея и плюс я соединила сумму 1890 посчитала и плюс 240 получилась действительно цена 2130 то есть в принципе не обманули но для чего вот это вот эти вот всякие уловки у них коробочки ну если вы даете ее бесплатно зачем ее здесь указывать может быть как-то регистрировать нужно не знаю но вот это конечно настораживает всегда и приходится всегда выходя из магазина все пересчитывать потому что ну слишком такой объемный чек получается согласитесь и я вам вообще рекомендую когда посещаете магазин санлайт будьте так сказать на чеку потому что все очень у них там как-то витиевато все так происходит вот эти вот улыбочки их и многозначные взгляды я имею ввиду продавщицы они все таки скрывают какой-то умысел ну мне так кажется не знаю может быть может быть никакого умысла нет но тем не менее ювелирными изделиями я очень довольна я очень довольна вот этими средствами для чистки серебра и могу только вам их рекомендовать а вообще когда я приехала в Норвегию и муж увидел мою коллекцию серебряных изделий то что они у меня здесь знаете ну я все таки с юга России приехала и там климат конечно не такой влажный как здесь мы живем практически на побережье поэтому воздух очень влажный и мои все практически ювелирные изделия они потемнели но он мне купил вот такое средство от мистер мускул я в России не видела таких средств может быть внимания не обращала и для меня это был такой мастхэв до того как я купила вот эти вот спреи это был просто мастхэв как я всегда говорю времен и народов вообще-то это средство для очистки серебряных ложек вилок и так далее но для серебряных изделий работает просто великолепно все вычищает но они почему-то после вот такой вот вычистки они все равно через некоторое время опять темнеют но хочу заметить что вот эти вот изделия из серебра которые я купила в санлайте фу-фу-фу-фу-фу даже чтобы не сглазить они вот сколько они у меня уже три месяца здесь они не потемнели а то серебро которое я вычищала оно у меня либо советского производства либо серебро которое я покупала у женщин с Украины которые приезжали и продавали у нас в Ростовской области эти серебро там по-моему из Краматорска из Харькова Харьковское серебро еще какое-то вот из этого какого-то региона то оно у меня потемнело хотя оно классное и может быть даже будет покачественнее чем серебро из Санлайт но оно очень быстро темнеет хотя вот это вот средство если увидите очень даже рекомендую это средство подходит не только для чистки столовых приборов но и для ювелирных изделий большое спасибо вам за просмотр увидимся с вами очень скоро и всем пока пока